Реальность уходящей рабочей недели. Вспомним важные, сопоставим факты, выслушаем мнения и комментарии. Вместе с информационной службой редакции Репортер 73 итоги подведу я, Вера Мещерякова. Здравствуйте. Начнем выпуск с новостей о ЧП. В ЧП сразу два крупных возгорания в черте города под занавес уходящей недели в двух городских районах. Вчера столб дыма ульяновцы заметили в Заволжье в районе Арсенала. Утром закрыто для проезда из-за сильного задымления. Оказалось улица Локомотивная, где горели склады в районе торговой базы. Что удалось выяснить о происшествиях, узнаем у нашего корреспондента. Не запрашивали 2 часа назад. Они все никак к нам сосредоточиться не могут. Поторопите их. Подъезжают, дважды водой перекрыты и водой заправляют. На пожаре воды много не бывает. Лучше пусть останется, чем не хватит. На видео тушение коммерческих складов. На улице Локомотивной огнеборцы заранее запрашивают еще один пожарный расчет. Загорелось ранним утром. Дым охватил проезжую часть. Водители тут же принялись записывать происходящее. Кто на регистратор, кто на телефон. На кадрах виды, как автомобиль буквально растворяются смоги. Ехать при такой невидимости опасно. Дорогу пришлось перекрыть, но ненадолго, уже к половине восьмого утра, движение разблокировали. Загорание происходило в первом помещении размером 15 на 30. Общая площадь составила 360 метров. А кучей привлекалось 56 человек и 15 единиц. Пострадавших, погибших. Открытый огонь побороли быстро и оперативно, не без помощи спасателей МБУ Управления гражданской защиты. Те помогали спиливать замки, вскрывать металлические двери и решетки, резали кровлю и вместе прокладывали пожарные рукава. Уже в 8.13 зафиксировали, что пламени больше нет, осталось тляющее пепелище. Полностью устранить последствия пожара обещают до конца этого дня. Кстати, днем ранее в Заволжье, недалеко от поселка Арсенал, на улице Балтийской, тоже что-то горело. Столб дыма замечали аж на Майской горе. Как выяснилось, пламя уничтожало гаражи и коллективные сарай на площади около 300 квадратных метров. Загорелось 9.15, а буквально через 10 минут 45 человек и 10 единиц спецтехники уже вовсю тушили объяты огнем постройки. В 9 вечера с пожаром справились. Как и в утреннем ЧП, из пострадавших только саби постройки. Обратный отсчет. Чуть более двух месяцев до первого из трех дней голосования предвыборная кампания стартовала активно. Градус внимания к ней зашкаливает. Процесс обещает быть захватывающим. По мнению экспертов, конкурентность на губернаторских выборах в Ульяновской области максимальная в разрезе всей страны. За каждый голос придется побороться и претендентам на кресло в Думе. Ульяновский общественный фонд РАПИР исследовал социальные ожидания населения. В выборку попали 1080 жителей региона старше 18 лет. Анализ их гражданской позиции показал, регулярно принимают участие в выборах лишь 36% респондентов. При этом важно. Результат представляет не сухие показатели, а личную, субъективную ситуацию каждого опрошенного. Так, за пять лет 24% от общего числа улучшили жилищные условия. И это единственный позитивный показатель в сравнении с исследованиями 2016 года. В два раза выросло число респондентов, кто в своей жизни не отмечает никаких изменений в плюс. И это 35% участников. Такие данные, считают эксперты, отражают рост социального неравенства не в финансовом ключе, а в плане личных достижений. Подобное настроение аудитории должно подстегнуть кандидатов к глубокому анализу запросов, которым должна отвечать выборная программа. Плюс необходимо заинтересовать людей в гражданской активизации, взбодрить интерес к личному волеизъявлению. Актуализировать свое понимание ожиданий электората, не надеясь на опыт прошлых лет. Выбранную кампанию 2021 уже сейчас многие эксперты называют беспрецедентной. В Ульяновской области сами за себя говорят цифры. Из девяти субъектов, где предстоит избрать высшее должностное лицо, у нас наибольшее число кандидатов. Кроме того, из 14 партий, имеющих право в движение без сбора подписей, 12 этим правом воспользовались. Аналитики утверждают, высокая конкурентность – одна из главных отличительных черт предстоящего голосования. Это увеличивает в том числе, скажем так, активность кандидатов, потому что они пытаются более проникнуться к жителям, к избирателям, стараются решить их проблемы, что в свою очередь также повышает и электоральную активность населения. Исследования, проведенные фондом РАПИР, показывают, люди отдают свой голос не за политическую силу с узнаваемым логотипом и лозунгом, а за человека, который представляет продуманную программу. Что значит, в вашем понимании, для Ульяновской области идеальный губернатор, поскольку каждый регион имеет свою специфику. На первом месте с очень высоким индексом личные качества, личные качества, трудолюбие, порядочность, нравственность. Исследование показало, важнейшим источником получения социально-политической информации является телевидение. Однако и наружная реклама, и другие формы информирования – неотъемлемые части знакомства избирателей с кандидатами. В свою очередь, кандидатам тоже предстоит ближе познакомиться с избирателями, и одна из важнейших категорий – молодежь. Ее исследователи относят к группе риска по электоральному поведению и гражданской позиции. Для этого сегмента весьма важен критерий повышения уровня жизни, возможность реализовать себя как в профессиональном, так и в творческом плане. Гражданская активность населения, политическая активность молодежи растет, но в электоральную активность, то есть в участии в официальных процедурах по выборам, она не переходит. Молодежь не любит назидательных нравоучений. Она не хочет, чтобы с ней обращались сверху вниз и учили ее жизнь. Главным стимулом участвовать в выборах стало внимание кандидата к проблемам населения, его желание совершенствовать позитивные процессы в регионе. На второй строчке – открытость самого процесса. В этом году у нас, наверное, особый подход к наблюдателям и вообще к контролю общественности за избирательным процессом. Если раньше мы уделяли особое внимание голосованию и подведению итогов, то в этом году, вот в этой избирательной кампании, мы решили обратить внимание на все процессы. Открытость и прозрачность – приоритет. Блюсти закон и порядок уже готовы более четырех тысяч общественных наблюдателей. Вопреки позиции большинства опрошенных, ничего не изменится, опыт показывает. Выборы могут явить совсем неожиданный результат, когда вперед вырывается человек из народа, как это было в Костромской области год назад. Результат исследования гласит, важно, чтобы человек, претендующий на высокое кресло, знал о проблемах и ожиданиях людей и был готов к диалогу. Вера Мещерякова, Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73. Выборка мнений от фонда РАПИР показала, обеспеченные слои населения волнуют качество жизни тех, кто близок к черте бедности, ее уровень. На первом месте – рост цены тарифов. И это большая разница в сравнении с более ранним опросом, где в авангарде рейтинга фигурировал низкий уровень зарплат. Огромную роль в изменении расклада сыграла пандемия. Постоянную занятость и стабильный заработок в обострившейся экономической обстановке многие склонны считать большим достижением. Вопреки старой пословице «разуметь и сытого, и голодного» – вот задача, с которой неминуемо столкнутся сегодняшние кандидаты. И то, каким образом они предложат улучшить благосостояние своих избирателей, и есть ключ к повышению электоральной активности. И без меня проголосуют позиции тех самых 18%, которые никогда, согласно исследованиям, не посещают избирательные участки. Кто знает, может быть, всего один голос станет решающим на финише гонки. Важно, чтобы этот голос прозвучал. Что подтолкнет именно вас и заявить свою гражданскую позицию, спросили мы на улицах Ульяновска. Ответы в нашей рубрике «Глас народа». Лично призывать каждого. Прямо лично разговаривать. Ну, это само приходит к человеку. Но он должен сам понять, идти ему или не идти на выборы. А поздно я это делал. Это слишком рано. Сентябрь, дальше-то сезон. Это, в марте. Вот это хорошо будет. Мои родители так меня приучили, что нужно идти и голосовать. И потом, это же наша жизнь, чтобы наши внуки жили лучше, и чтобы было все прекрасно и хорошо, и чтобы мы ни в чем не нуждались, и выбирать тех людей, которые действительно достойны. Должен кто-то такой прийти, чтобы у людей была вера, что жизнь изменится к лучшему. К сожалению, я пенсионерка. А для пенсионеров сейчас только хуже и хуже условия. Я даже не знаю. Они, если захотят, сами придут. Если честно, я не знаю. Но могу с уверенностью сказать, что это однозначно вера в то, что та власть, которая придет, способна на какие-то изменения. Мне кажется, мы такие все равнодушные в основном. Поэтому трудно, наверное. Я, например, хожу на выборы. Желание, наверное, что-то изменить. Даже в городе, например. Потому что довольно скучно живем мы. Ульяновская область стала экспериментальной площадкой для применения новых сервисов центрами занятости населения. Удобны они и для соискателей, и для работодателей. И включает три электронные площадки. Онлайн-консультирование, массовый отбор и организация собеседования. Удобно, быстро и результативно, отмечают специалисты кадровой сферы. И, что особенно важно, в неспокойное коронавирусное время без личных визитов. Цифровизация как можно большего числа процессов не фантастика, а реальность дня сегодняшнего и признак успешно развивающегося общества. Региона в контексте государства. Важность обновления формата работы рекрутинговой среды подчеркнул глава региона. В то же время Алексей Русских обратил внимание на то, что качество связи, а это и доступ в сеть в том числе, в некоторых районах области оставляет желать лучшего. Цифра в 98%. Покрытие территории сильно завышено. Постоянные выезды за пределы региональной столицы – формат работы, который позволяет лучше видеть реальную картину на местах. О ключевых моментах рабочей программы Алексей Русских на уходящей неделе – далее. Проводив столичную делегацию ульяновского землячества в конце прошлой недели, на этой вновь встретили федеральных гостей. В среду село Троицкий Сунгур с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Образцовое хозяйство в селе – эталон для соседних районов. Глава региона отметил, необходимо, чтобы такой уровень жизни был в каждом населенном пункте региона. На развитие сельских территорий уже в этом году регион получит 170 миллионов. Их направят на улучшение инфраструктуры в Инзинском и Кузоватовском районах. Визит министра совпал со стартом уборочной кампании. В регионе глава федерального ведомства отметил динамику развития АПК. Алексей Русских напутствовал аграриев на новый рекордный сбор урожая. Чем быстрее мы уберем, тем она быстрее на складе будет. Нам лучше. Это наши деньги. То есть пять дней еще убираем, а потом чем будете заниматься? Ячмень подойдет. Зерновых и зернобобовых предстоит убрать почти на 644 тысячах гектаров. На самом старте уборочной кампании обмолочено 7% всей площади. А кампания избирательная в самом разгаре. Накануне Алексей Русских подтвердил свое намерение участвовать в выборах на пост губернатора области, зарегистрировав свою кандидатуру в обл. избиркоме. В самом начале недели на штабе по комплексному развитию региона глава области утвердил Сергея Кучица в должности зампреда правительства, курирующего социальный блок. Работа предстоит большая. Пандемическая обстановка обострилась и требует усиления мер безопасности. Алексей Русских вновь акцентировал внимание на необходимости вакцинации и контроле за коечным фондом. Свободных коек 114, да? Свободных коек, так, это минимум на субботу, 192. 14% свободного коечного фонда. Норматив у нас от 15 до 20%. Поэтому на этой неделе будем дополнительно открывать койки на базе районных больниц. Да, потому что динамика сохраняется по увеличению количества заболеваний. В этой части тоже необходимо отработать, чтобы у нас свободные койки были. Перемены в социальном блоке коснулись не только закрытия вакантной должности. Анна Минаева оставила пост исполняющего обязанности министра здравоохранения. Сообщается, что она вернулась к должности замглавы ведомства. Кадровые перестановки в областном правительстве. Должность министра здравоохранения отныне исполняет Александр Гошков. Напомню, в апреле пост по собственному желанию покинул Виктор Мишарин, руководивший министерством с апреля 2020-го, подхватив эстафету у Сергея Панченко в самом начале пандемии коронавируса. Мишарин и сменила Анна Минаева, бывший главврач городской детской поликлиники. Новый глава ведомства с приставкой ИО Александр Гошков до недавнего времени являлся заместителем Минаевой. Его работа в предыдущих должностях получала хвалебные отзывы. Начав свой профессиональный путь в Читинской области, последние несколько лет возглавлял Новоспасскую районную больницу. В прошлом году перешел на работу в Ульяновский Минздрав. Тревоги этой недели вызвал сбой в отлаженном течении вакцинации. Известие о том, что запасы препарата иссякли, а новые еще не прибыли, ни на шутку встревожило желающих привиться. Многие справедливо негодовали. Темп подгоняют, на укол приглашают, звонишь, а голос из трубки тебе отвечает. Вакцины нет, ждите, сколько неизвестно. Правда, ожидание не затянулось. Уже в четверг новая партия отечественных препаратов прибыла в Ульяновск и оперативно была распределена по районам, каждому по потребностям в пропорциональном соотношении. На сегодня первым компонентом привито 231 868 наших земляков. Полностью завершили процедуру 168 083 человека. Срывы компаний, как бы того не желали противники вакцинации, не случилось. Прививать продолжают и отдельных граждан, и целые предприятия. С каждой новой распечатанной ампулой коллективный иммунитет все ближе. Павел Петриков продолжит. Многие тут уже переболели ковидом-19, но у заразы есть хитрая особенность. Даже если есть антитела от одного штамма, не факт, что есть от другого. Поэтому можно выздороветь, а через неделю подхватить другой, еще более злой вариант заразы. Поэтому для врачей и не стоит вопрос. Идут и прививаются. Не бояться прививаться. Это про них. Практически все медики Ульяновской областной клинической больницы так или иначе столкнулись с ковидом-19. Сегодня для них не происходит ничего нового. Очередной этап кампании по выработке популяционного иммунитета, но более удобный. Ехать никуда не нужно. У нас сегодня вакцинируется порядка 100 человек. Так нам удобно, потому что к нам приезжает центральная медико-санитарная часть, чтобы привить наших сотрудников практически на месте их работы. В нашей поликлинике. Чтобы они не тратили время на походах в поликлинику, чтобы все произошло организованно. И после прививки они вернулись на свое рабочее место. Кстати, название вакцины говорящие. В 1957 году советский спутник-1 вышел на орбиту Земли и открыл новую космическую эпоху человечества. Разработчики вакцины уверены, что спутник-Ви откроет еще одну бескоронавирусную эру. Алексей Авдеев – врач-нефролог. Ковидом переболел еще в сентябре прошлого года бессимптомно. На вопрос, зачем же прививаться, раз так хорошо переносится заболевание, отвечает без раздумий. В этот раз легко, в следующий раз, может, нелегко. Прививка как бы гарант того, что хотя бы тяжелых форм не будет. Исследования тем более проводили здесь, еще и Аргентина подвезли. Может, двум странам надо прислушаться. Не маленькая Аргентина. Врачи и так наизусть знают все рекомендации до прививки и после. Но все равно на месте дежурит терапевт, который осматривает каждого пациента и еще раз как мантру проговаривает информацию о возможных последствиях. Болит место укола, понизилось или повысилось давление, заклотилось сердцем или подскочила температура. Не нужно сгоряча ругать врача. Это обычная реакция организма на введение инородного тела, в том числе любой вакцины. Сегодня у меня второй компонент вакцины. Пока я делаю не ревакцинацию, а вакцинация у меня происходит. Я переболела 6 месяцев назад, сейчас решила сделать прививку. К сожалению, в течение времени антитела у меня имеют динамику уменьшения. Я не хочу ждать следующего заражения, потому что болело тяжело, надо привиться. Напомню, колют не сам вирус. Заболеть или кого-то заразить после прививки нельзя. Спутник работает на основе вектора аденовируса человека. И метод этот успешно применяется еще с 70-х годов. По сути, вектор – это транспорт, доставляющий материал в клетки тела. При уколе организм думают, что это именно коронавирус и включает защиту и экстренно вырабатывает иммунитет. Похоже на военное учение. Организм заранее готов к возможной встрече с врагом. И COVID-19 никак не сможет пробить оборону. Павел Патрюков, Сергей Рябухин, репортёр 73. Эксклюзивная информация о региональному телеканалу. Алексей Русских рассказал, что регион готовится к встрече в начале августа главы Минобороны Сергея Шойгу. Какие земли Министерства обороны могут перейти в ульяновскую собственность и как это повлияет на развитие города, перспективы дивизии и полигонов, и даже поддержка и финансирование масштабного проекта объездной дороги на Димитровград. Ульяновская область на пороге перемен. Об этом свидетельствуют не только визиты федеральных чиновников, озвученные ими решения. Регион вышел на новые рубежи своего развития, о чём прямо сказал и президент страны Владимир Путин. Сделано много, нужно приумножить и двигаться дальше. В субботу в 11.25 и в 19.30 региональный телеканал представляет специальный выпуск проекта «73 регион. Он работает». Сто дней Алексея Русских. Ульяновская область вписывается в общероссийскую стратегию развития страны под руководством в Рио-губернатора. Федеральные весы, финансовые дожди, старелые и больные темы и практически хирургическое их лечение. Генплан города и речное судоходство, дороги и жильё, зарплаты и водоснабжение ульяновцев не в будущем, а сейчас. Главный редактор регионального телеканала задаёт главные вопросы руководителю области Алексею Русских. Сто дней мало для мгновенных изменений, сто дней много для понимания. Например, как увеличить зарплату в регионе. «Директора должны чувствовать ответственность за тех работников, которые у них работают. Текучка кадров никому не нужна. Прибыль, которую они получают, я думаю, что вполне можно найти некий баланс между этой прибылью, которая остаётся у них, и всё-таки поддержать население работников, которые у них работают. К критике всегда отношусь нормально. Не обижаюсь на тех, кто меня критикует. Пытаюсь всегда найти с ними общий язык. Потому что всё, что мы делаем, мы делаем для народа, и в том числе и для тех, кто критикует. Поэтому будем искать какие-то компромиссы». Спецвыпуск проекта «73-й регион» – он работает. Про 100 дней Алексея Русских региональный телеканал покажет в эфире репортера ИОТР в субботу, 17 июля. И вновь к теме продвинутых технологий. Восстание машин – плод воображения авторов-фантастов. Современные роботы полностью человеку покорные. И мало того, что по первому закону робототехники, сформулированному писателем Айзиком Азимовым, не наносят человеку вреда своим действиям или бездействиям, так ещё и создаются исключительно для помощи людям. Никакого личностного фактора, только точные данные в заложенной программе. Электронный специалист коммунальной сферы вышел на участок Ульяновской теплотрассы. За его работой наблюдал Максим Бажанов. Знакомьтесь, это Жора. Он приехал к нам в гости из Питера проверить целостность одного из главных участков тепловой магистрали города – перекрёсток Урицкого-Пархоменко. Здесь скоро пройдут гидравлические испытания. Нельзя допустить аварий и как следствие глобальных раскопок. Труба магистральная. Здесь Урицкая улица, здесь Пархоменко. Здесь ряд улиц, которые обеспечивают выезд граждан на центральной магистрали – это был бы большой коллапс и неудобство для жителей. Поэтому этот робот нам позволит оценить состояние самого трубопровода. А это в будущем экономия времени и средств. Робот эксклюзивный. Таких в стране всего три. Работает в два этапа, управляется оператором. Сначала на камеру снимает внутренности трубы, измеряет её длину, смотрит, какие посторонние предметы есть на пути. Если всё чисто, Жору возвращает за магнитным модулем. Именно он и находит дефекты. На трубу подаётся определённый ток. Начиная от 15 и заканчивая 50 ампер. Создаётся магнитное поле. Датчики, которые стоят в магнитном поле, улавливают эти импульсы. И, соответственно, где амплитуда сигнала больше, толщина металла стала меньше. За один шаг робот исследует 17 сантиметров трубы. За час в среднем проходит до 40 метров. Ну а дальность проходимости – 300 метров. Впрочем, меньше слов. Жора спускается. Питерскому роботу предстоит проверить полкилометра тепловой магистрали. По ульяновским трубам Жора будет гулять практически два дня. Мы получим оценку. Мало того, что мы получим состояние толщины трубопроводов, мы сможем определить, есть ли или нет наросты на трубопроводах, есть ли или нет, язвенная коррозия, которая, собственно говоря, всегда и является причиной повреждений трубопроводов. Для ульяновской технология новая и дорогая. Проверка участка вышла энергетиком практически в 2 миллиона рублей. Поэтому робот в трубах – это пока только эксперимент. Специалисты оценят эффективность работы. Если будет толк, в следующем году Жора приедет проверять сразу несколько тепловых артерий города. Максим Бажанов, Константин Никитин, репортер 73. Пока технические новинки бороздят просторы коммунальной среды, строители моста в селе Тинарка Меликесского района, где этой весной целые населенные пункты из-за обрушения старой переправы, оказались отрезанным от большой земли, работы завершили. Без отклонений от графика, точно в установленный срок – 15 июля. На открытие старого нового, уже невременного моста, прибыл глава региона Алексей Русских. Жители Тинарки встретили руководство области и дорожников, как дорогих гостей. Старый мост преобразился до неузнаваемости. Гарантии, данные Тинарцам Алексеем Русских, исполнились в срок и в полном объеме. Кроме моста и подъездных путей, обновили дорогу до самого населенного пункта. В принципе, я считаю, что мост получился очень удачный. Восьмиметровая ширина, общая длина его 28 метров, сам мост 18 метров. Это намного лучше, чем было до этого, конечно. Жители все в восторге. Мы не надеялись, они, естественно, на такой мост, на такой красавицы. Прекрасную дорогу сделали. Красивый, хороший, крепкий, добротный мост. Это единственная дорога в Димитровград, так что практически ежедневно или по нескольку раз в день приходится проезжать через это место. Ворота работы. Строителям большое спасибо. Руководству области то, что, как сказал губернатор 15-го, приедет. Сегодня 15-й число, три месяца прошло. Мост открываем? Да. С местными жителями Алексей Русских поговорил о скорости и качестве работ, о значении моста и перспективах развития села. Нормальный мост сделали? Шикарный. Шикарный? Шикарный. Шикарный мост, такой мост, что прямо большая благодарность вашим строителям. Сутками работали. Да. Обратить внимание, да. Сделали асфальт и слева, и справа. За качественно выполненную задачу рабочие, которые действительно порой работали сутками, получили благодарственные письма главы региона. Ну а вам, дорогие друзья, хочу пожелать, чтобы мост этот простоял. Еще 150 лет, конечно, мы его сейчас будем каждый год обследовать, особенно после весенних вот этих паводков. И в целом у нас в области порядка 500 мостов на первом же аппаратном совещании, после того, как состоялось вот это вот событие, не очень хорошее, да, ну и была поставлена задача провести обследование всех этих 550 мостов. Результаты обследования задокументированы, ремонт переправ запланирован по новой подпрограмме нацпроекта «Безопасные качественные дороги», на что регион получит более 2,5 миллиардов. И вот он, долгожданный момент. Мост в Тенарку открыт, движение транспорта восстановлено. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю меткая дорога, что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метко, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. Напомним, телефоны 304173. Ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами, звоните 304073. Скачивайте приложение «Мобильный репортер» и делайте эфир ярче. Региональный телеканал Ульяновской области можно смотреть и в эфире «Первого мультиплекса». Утром и вечером на УТР. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова